ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде в монитор можно обучиться чему угодно. Однако не стоит забывать, что степень усвоения материала, полученного с экрана гаджета, гораздо ниже, чем во время традиционного оффлайн-обучения. Большая роль здесь отводится самостоятельной работе. Есть исследования, согласно которым восприятие из онлайна информации хуже и у взрослых, и у детей. Все-таки мы человечества, люди, мы учимся друг через друга, друг у друга. И считываем, ну, 70% мы считываем невербального общения, но еще и того, что происходит в таком непосредственно живом контакте. Сегодня появляются направления, которые в вузах пока полноценно освоить нельзя. Программы же онлайн-курсов ГИПЧИ, они быстрее подстраиваются по требованию времени. Именно поэтому обучение онлайн – прекрасная возможность повысить свою квалификацию или обучиться новой специальности с нуля. По данным кадровых агентств, 60% наимодателей готовы рассмотреть трудоустройство кандидата без опыта работы и специфического высшего образования после прохождения курсов, при условии, если кандидат сможет выполнить тестовое задание и хорошо проявит себя на собеседовании. В то же время для 40% работодателей опыт работы и уже имеющиеся навыки на первом месте. А сертификаты и дипломы, полученные после вуза, скорее бонус в копилку личных качеств кандидата. Когда к нам приходит кандидат, мы смотрим, какое у него первичное образование. Все мы после школы идем, колледж, институт. Что он первичное получил? Если по прошествии времени сотрудник решил поменять что-то, вот сюда пойду, получил вот это образование, а потом еще прошел вот такие курсы, это всегда в бонусе, мы всегда это приветствуем. То есть это еще и для сотрудника, значит, он может переключаться, он работать может в разных направлениях. Интересный факт, который отмечают эксперты. В случае отсутствия возможности познакомиться с кандидатом очно, например, при устройстве на удаленную работу, доверие к кандидату растет пропорционально количеству дипломов и сертификатов. Сразу после университета Елена Рябова, экономист по профессии, устроилась работать на предприятие. Десять лет посвятила финансовому менеджменту. После выхода в декрет Елена поняла, что возвращаться на прежнее место работы не хочет. Но на тот момент у девушки не было четкого понимания, в какой сфере ей бы хотелось дальше строить карьеру. На помощь пришло обучение онлайн. У меня не было представления, какая бы сфера была мне интересна и полезна для развития. Я начала пробовать. Я сосредоточилась главным образом на бесплатных онлайн-курсах. Они есть на многих платформах. Что интересно, на разных обучающих платформах они разные. И человек, если он ищет себя, он может попробовать немного в разных совсем сферах. Во время декрета Елена прошла базовый курс по психологии, освоила азы дизайна, научилась рисовать интерьерные картины, погрузилась в сферу IT. В итоге Елена приняла решение искать работу по новому профилю. Без опыта и специального образования. Но после прохождения нескольких углубленных онлайн-курсов, именно в IT-направлении она увидела наиболее эффективное раскрытие своих навыков и талантов. Я открыла для себя, что многие IT-компании устраивают обучение от себя. Таким образом они фильтруют поток кандидатов и смотрят на них в деле. И уже если человек проходит обучение успешно, они предлагают ему работу. Вот это как раз и был мой путь. Я прошла обучение от компании и по итогам меня пригласили на работу. Эксперты дают несколько практических советов при выборе онлайн-курсов. Лучше всего, если есть обратная связь с преподавателем. Именно в этой части дается наиболее ценная информация. Выбирайте узкую тему. Смотрите на аккредитацию обучающей стороны. Уточняйте, какой документ выдается в результате обучения. Если это онлайн-курс, онлайн-школа, например, в другом городе. Ну нет вот у нас в городе, а есть в каком-то другом городе. Запрашивать, что мне предоставят по окончании курса. Какой это сертификат. Должно быть прописано название учреждения. Должно быть написано специальности и квалификации, в которые вы прошли этот курс. Сколько вы часов прошли обязательно. По какому направлению. В качестве альтернативы маркетплейсам курсов специалисты призывают обратить внимание на платформы, которые специализируются на какой-то определенной сфере. И, конечно, не следует забывать о сарафанном радио. Изучите отзывы, информацию о педагогах, их экспертности, опыте. И дерзайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова